Здравствуйте, Едвига Викторовна. Расскажите, пожалуйста, как выполняется задание по строительству жилья в этом году? Общий ввод в четвертом квартале будет выполнен на 100%, возможно, даже с превышением этих цифр. Для этого делается все необходимое. Те дома, которые в настоящее время достраиваются, они должны будут введены в эксплуатацию и туда заселены граждане. Сколько будет использовано инвестиций для строительства жилья на этот год? В этом году запланировано использовать инвестиции на жилищное строительство в неденоминированных рублях 4 триллиона рублей. Из них только 3 триллиона – это средства граждан. То есть это долевое строительство жилья с использованием средств граждан, которые у нас в городе Гомеле, в городе Мозере, в Жлобине ведется с ускоренными темпами. В связи с этим бюджета и плюс кредитных ресурсов, которые выделяются на строительство жилья, использовано только триллион рублей. Из этих средств, которые выделены, бюджетных и кредитных ресурсов, 700 миллиардов рублей выделено кредитных ресурсов на строительство жилья. За счет этих средств мы строили дома по госзаказу, индивидуалы строили свои жилые дома, заканчивали. В этом году мы уже говорили, что утверждение списка на получение льготных кредитов вновь начинающих домов было приостановлено, поэтому оставшиеся льготные кредиты выделялись для окончания строительства жилых домов, которые вводились в 2016 году, будут вводиться в 2017 году. И бюджетные средства, это 220 миллиардов рублей, они использованы на строительство арендного, социального и для переселения из ветхого жилья. Давайте немного поговорим о развитии индивидуального жилищного строительства. И, наверное, вопрос, который волнует многих, как финансируется создание инфраструктуры. В этом году у нас построено 125 тысяч квадратных метров индивидуальных жилых домов. К огромному сожалению, наверное, это цифра перевыполнения, но, возможно, она должна была быть больше. Я еще раз остановлюсь на том, что были проблемы с кредитованием жилищного строительства для льготных категорий граждан. Льготные кредитные ресурсы выделялись в минимальных объемах, поэтому граждане достраивали свои дома за счет собственных средств. Что касается инженерно-транспортной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам, то из всех средств, направленных в этом году на строительство инфраструктуры, пятая часть, это у нас где-то более 9 миллионов рублей уже в новых ценах, выделялось для строительства инфраструктуры к индивидуальному жилищному строительству. По постановлению САУМИНа, минимальная инфраструктура, которая должна быть построена к жилым домам, это водоснабжение, электрификация и в гравийном исполнении дороги. В связи с этим ряд вопросов возникает у многих граждан, почему сегодня не прокладывается асфальт, почему сегодня не делаются другие коммуникации, хотя в этом году проведен газ, вот если говорить про Романовичей-2, Романовичей-1 в прошлом году, то есть газ мы тоже проводим, в зависимости от того, насколько сегодня готов микрорайон, и за счет тоже бюджетных средств, насколько готовы там уже проживать люди, то есть минимально идет сразу, конечно, свет, вода, чтобы человек мог строиться, потом, после того, когда дома уже практически готовы к воду, и люди там собираются жить, тогда за счет государственных средств прокладываем газ. Для каких категорий граждан жилье строится за счет льготных кредитных ресурсов? Согласно указу номер 13, ряд категорий граждан имеют право на получение льготных кредитов. Мы о них можем говорить, но есть сегодня поручение Совмина, что в 2016 году льготные кредиты по максимуму на строительство жилья выделяются многодетным семьям, военнослужащим и тем гражданам, которые имеют право на внеочередное улучшение жилищных условий. Это сейчас справа появилось у детей сирот на условиях на 40 лет под 1% внеочередное в этом году внесли изменения. Это категория, кто проживает в аварийных и ветхих домах. Это сегодня семьи, у которых воспитываются дети-инвалиды. Расскажите, пожалуйста, про строительство жилья за счет технико-экономической помощи Китайской Народной Республики. Меморандум между Министерством экономики и Министерством коммерции Китайской Народной Республики установлено, что в рамках первого этапа проекта строительства социального жилья, которое сегодня проводится в Республике Беларусь, в городе Гомельской области в августе 2016 года начало строительство шести домов, шести социальных домов. Это дом в городе Гомеле, 32-59 микрорайоне, это дом в Будокошелево, дом в Светлогорске, в Мозере и два дома в поселке Юбилейном Гомельского района. В 2017 году начнется строительство еще шести домов. Второй этап – это Озерщина Реческого района, Добруш, Житковичи, Корма, Калинковичи и город Гомель. Спасибо большое, Двига Викторовна, за подробные ответы. Спасибо, Марина, за поставленные вопросы. Я думаю, что я постаралась вкратце разъяснить ситуацию по 2016 году, который у нас уже заканчивается. Что касается 2017 года, то мы тоже постараемся эти задачи выполнить, довести их до своих регионов, то есть районов, которые будут работать сегодня с теми гражданами, которые имеют право на получение государственной поддержки.